Приветствую всех! Всех фанатов английской донной ловли, особенно тех, кто любит практиковать на российских реках. Сегодня мы поговорим об очень увлекательной и очень продуктивной рыбалке на Волге. И для раскрытия этой интересной темы я выбрал святое место нашей России. Это матушку Волгу в черте города Волгоград. Я расскажу вам и покажу тонкости ловли головля, езя и лещика осенью. Я уверен, вам будет интересно. Первое, с чего я хочу начать, это рассказать о том, какое я выбрал место для рыбалки за головлем и езем. В Волгограде есть памятник, посвященный всем великим героям-речникам, кто отдали свои жизни за нашу матушку Русь на берегах Волги. И рядом с этим памятником есть заветная ямка, в которой обитает достаточно большое стадо головлей. Это место славится хорошими уловами, именно и по изю, и по головлю. Также здесь в летний период можно поймать достойных сазанчиков, карасей, ну и, естественно, лещиков. Я много о нем читал, раньше никогда не ловил, и по велению случая решил, как только у меня появится время, приехать сюда. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свою прикормку я готовил перед самым началом рыбалки, еще даже до того, как я разобрал свое фидерное удилище и прощупал дно на предмет выявления максимально перспективной точки на дне. Моя прикормка состоит из цитрусового микса фонд и классической прикормки для ловли на реке Ривьера. В тандеме эта смесь получается очень тяжелой. В Ривьере есть немного плавающих частиц, но их совсем минимум. Поэтому тандем фонда и Ривьеры работает чисто в донном слое, даже на сильном течении. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Для того, чтобы с успехом ловить на дальней дистанции, я буду применять кормушки класса пули в весе 60 и 80 граммов. В качестве рабочей оснастки я буду применять сегодня мой любимый вертолет и два узла. Особенность оснастки заключается в том, что в ней я буду применять очень длинный поводок длиной более полутора метров. Все дело в том, что и галавль, и ясь, и подчас даже лещ на Волге любят кормиться не только со дна, но и в толще. Это связано с тем, что вообще речная рыба любит кушать плавающий корм. На длинном поводке моя насадка будет достаточно долго погружаться на дно. И вот этот временной интервал, который создается благодаря длинному поводку, дает рыбе возможность атаковать как со дна, так, соответственно, и в процессе приводнения насадки. И этот прием достаточно эффективен не только в данном месте, но и во всех других, где ловится и водится галавль и ясь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для ловли на реке нужен соответствующий фидер. Фидер, у которого отменные бросковые способности, и фидер, у которого сложный строй, который будет компенсировать рывки рыбы, правильно разгружать давление на поводок и усмирять рыбу практически любого размера. Именно поэтому сюда я взял удилище с тестом Heavy, с тестом в 150 граммов и в длине 3 метра 90 сантиметров. Я понимаю, что рубеж 80 метров – это только опорная точка, с которой я должен начинать свою рыбалку. Именно поэтому я выбрал такое мощное бросковое удилище. Естественно, под стать Heavy у меня есть и серьезная катушка в размере 5000. Катушка, которая способна за один оборот рукояти и вращение шпули сматывать более одного метра шнура. Рыбалка на Волге будет трудовой, то есть придется достаточно много и далеко забрасывать. Поклевки, я думаю, не будут достаточно частыми, больше придется заниматься выжиданием поклевок. Но нужно обеспечить себя возможностью максимально экономить свои силы. А это может позволить только правильно сбалансированная снасть. Субтитры подогнал «Симон» Великолепная фидерная рыбалка на реке Волга в районе Волгограда подошла к концу. Честно сказать, я очень счастлив. Пусть я поймал не очень много рыб, но каждая из них трофейная. Мне удалось сегодня взять езя, в котором практически 2 килограмма. Парочку достойных галавликов, которые радовали меня на вываживании своими бойцовским нравом. Пару лещиков, ну и собственно все. И все. Уважаемые рыболовы, не пренебрегайте фидерной рыбалкой в черте города. И поверьте, подчас то, что мы ищем за сотни километров, находится у нас под носом. Я уверен, что это не последняя рыбалка именно в этом месте. Я постараюсь здесь взять в следующий раз по-настоящему трофейного голавля и изя. А с вами мы увидимся скоро вновь в новых программах «Английская донка» с Алексеем Фадеевым. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»